Мусорный полигон города Ош существует с начала 60-х годов прошлого века. На сегодня полигон настолько стал запущенным, что по его состоянии говорить не приходится, сетуют эксперты. Территория полигона не ограждена. При сильном ветре полиэтиленовые пакеты, пластик долетают до домов сельских жителей. Мы неоднократно выписывали предписание мэрии города Ош, чтобы они организовали мусорный полигон в другом месте. Но до сих пор воз и ныне там. Страдают жители села Джапалак. Сейчас мы готовим новое предписание. Намерены направить его в течение марта и дадим срок на исполнение до мая этого года. В случае невыполнения будем обращаться в правоохранительные органы, затем в суд. Жители села Джапалак последние пять лет требуют переселить свалку. Проблем настолько много от соседства с полигоном, что перечислять не хватит времени, жалуются местные. Во-первых, это смог над селом из-за того, что часто на полигоне сжигают мусор. Во-вторых, тут действительно нечем дышать. При этом развелось много насекомых. Все потому, что трупы различных животных и вредные отходы нужно, по идее, закапывать в специальных ямах. Но это требование тоже не выполняется. Об этом жители села Джапалак говорили. Причем не раз. Организовывали даже митинг. Почему возникли недовольства со стороны жителей села Джапалак? Первая причина – мусорному полигону госакт выдали только в 2013 году. Хотя свалка существует еще с 60-х годов прошлого века. Если хотя бы в 90-х годах полигон получил госакт, таких проблем не было бы. В связи с отсутствием этого документа, местная власть продолжала выдавать людям участки, тем самым село приблизилось к свалке. С годами отходов мусора стало больше. И все это, естественно, не повлиять на экологию и окружающую среду не может. О том, что мусорный полигон нужно закрывать и нужно открыть новый, в мэрии знают. Но помочь пока ничем не могут. Как только появится подходящий участок, возможно, вопрос и решится, говорят в муниципалитете. Администрация города обращалась в Акимят, Карасуйского и Наукадского районов. Но те ответили отказом. Пришлось подбирать участок рядом с действующим полигоном. Найти свободный участок, да и с необходимой площадью, было тяжело. Площадь территории свалки составляет более 54 гектаров. Из них не освоено 23 гектара. В этом году будут подготовлены документы. В следующем начнем строительство. К концу 2020 года планируем завершить строительство нового полигона и параллельно рекультивацию старой свалки. Новый полигон, со слов специалистов Тазалык, будет отвечать всем требованиям. Будет вырыт котлован, зальют питоном, а затем застелят полиэтиленом. Поэтому, уверяют Тазалыковцы, проблем с местным населением не возникнет. Мы провели ряд разъяснительных работ и переговоров с жителями села Джапалак и получили устное согласие у старости села. Да и инвесторы все время отказывали нам из-за того, что здесь находится новый жилмассив Кенсай. Расстояние между территорией полигона и жилмассивом составляет более одного километра. Закон позволяет нам использовать этот участок в качестве полигона. На сегодня в сутки из города Ош вывозится более 1200 кубов мусора. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы построить здесь мусороперерабатывающий завод. По крайней мере, по расчетам инвесторов, новый полигон будет обслуживать и территории Наукадского и Араванского районов. На этот проект Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить 10 миллионов евро. Первую половину как грант, вторую в качестве кредита.